У них двигатель не тарахтит, а поёт. Будущих автослесарей решили приучать к хорошим автомобилям. Поэтому на специальной областной олимпиаде в качестве подопытных машин не российский автопром, а иномарки. На этом автомобиле загорается лампа неисправности двигателя. Горит лампа EPC. Нарушение выколпа. У меня моргает низкий уровень масла. Это одно из практических заданий. Есть автомобиль, он неисправен. За 40 минут конкурсант должен найти и устранить проблему. Если бы были отечественные машины, всё делали бы закрытыми глазами. А тут слишком много электроники, шутят студенты. Я думаю, что ребята достаточно квалифицированы. И те неисправности, которые мы сымитировали, они смогут найти. В данном случае, в данном автомобиле сымитированы три неисправности. И вот наш студент, он уже одну неисправность определил. Я думаю, что он определит все остальные. И также все ребята, думаю, что подготовлены и сумеют хорошо себя показать. Больше 50 участников со всей области. Будущие автослесари и механики не старше третьего курса. Это одно из условий Олимпиады. Ошибаться можно, но за каждым шагом следят судьи. Николай Березин с машинами на «ты». С детства. Говорит, отец приучил. Свой собственный автомобиль есть и сейчас. Но чтобы ответить на некоторые вопросы судьи, ему требуется время. Все автомобили разные. У каждого свои секреты. Подход совсем другой к автомобилю. У нас намного всё проще сделано. Здесь, в принципе, можно не найти какую-то деталь, получается. Ну, можно так сказать. Шесть испытаний. Больше 50 участников со всей области. Олимпиада среди автослесарей проходила в течение нескольких часов. Главная цель не только победа, но и возможность устроиться в одном из автоцентров Саратова. Павел Фитилёв, Олег Буланов. Новости Телеобъектив. Олег Буланов. Новости Телеобъектив.